В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Белепет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Доступное жилье. В администрации вручили сертификаты по программе «Молодая семья». Не хватает сотрудников. Как обстоят дела в Саровской полиции? 35 лет со дня трагедии. Сотрудники библиотеки Маяковского подготовили для читателей выставку «Чернобыль. Помни, тяжело, забыть невозможно». Далее расскажем обо всем подробно. До 31 июля продлили упрощенный порядок регистрации безработных. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это значит, что центры занятости могут продолжить работать в дистанционном формате. Решения о смене формата будут принимать руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда. Регистрация безработных будет проходить через портал «Работа в России», а оформление пособий по безработице через личный кабинет на сайте госуслуг. Таким образом, россиянам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все эти сведения центры занятости получают из государственных информационных систем. Также в режиме онлайн можно будет проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направление на новую работу. Напомним, максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. Граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости. К другим новостям. 21 тысячу квадратных метров жилплощади приобрели саровчане по программе обеспечения жильем молодых семей за 15 лет. И цифра эта скоро вырастет, так как еще 10 семьям вручили свидетельство на покупку жилья или покошение ипотечного кредита. Подробности далее. Волнительный и такой долгожданный момент наступил. 10 саровских семей получили свидетельство на приобретение жилья или погашение ипотеки. Вручил документы глава города. Город живет, город развивается со своей стороны, как федеральная власть, областная и муниципальная готовы помогать в рамках своих возможностей. Тем не менее, я считаю, это хороший посыл. У вас есть еще время впереди, как увеличить свои семьи, как улучшить свое жилье. Поэтому мы стараемся, а вы старайтесь еще больше. Алексей Перфилов получил свидетельство на трех человек. Деньги помогут ему на пять лет сократить выплаты по ипотеке. Эмоции очень приятные. Они еще были в прошлом году, в декабре, когда стало ясно, что шанс огромный на получение сертификата. И это была новогодняя сказка. В преддверии Нового года это было невероятно. Федеральная программа по улучшению жилищных условий разработана для молодых семей. То есть участники должны быть не старше 35 лет. На каждую семью идет свой персональный расчет, потому что формула для расчета, она проста. 42 квадратных метров на семью из двух человек, на семью из трех человек 54, 72, 90, 35% от расчетной стоимости. При этом применяется для расчета стоимость метра установленной государством. Это в районе 49 тысяч. Сегодня семья из пяти человек получала по полтора миллиона. Списки формируют в администрации до 1 июня. Подробности участия программы можно узнать по телефону 977-51. С 1 апреля в регионе снова начнут действовать льготные проездные билеты для граждан в возрасте 65 лет и старше. Транспортная карта разблокируется автоматически при первой поездке. Если на момент блокировки у пользователя карты остались неиспользованные поездки, он сможет воспользоваться ими. Срок действия льготных проездных на неограниченное число поездок, действовавших на момент блокировки, продлевается на апрель 2021 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Срок прежних соглашений истекал 1 апреля. Теперь действия предельных цен на сахар и масло продлят до 1 июня и 1 октября соответственно. Напомним, по договоренности Минсельхоза и Минпромторга с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями, литр подсолнечного масла должен стоить не более 110 рублей в рознице. А стоимость килограмма сахара не должна превышать 46 рублей. С 1 по 15 июля в Нижегородской области будет работать горячая телефонная линия по вопросам военного призыва. Жители региона смогут задать вопрос по телефону 419-2012 с понедельника по четверг с 9 до 17 часов. На звонки будут отвечать специалисты Департамента по безопасности и мобилизационной подготовки администрации Нижнего Новгорода. Напомним, весенний призыв начнется в Нижегородской области с 1 апреля. Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировали в России. Ее разработали ученые Россельхознадзора. Создавать ее будут специалисты Федерального центра охраны здоровья животных. Действенность вакцины проверили на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. Испытания показали, что у 100% испытуемых выработались антитела к коронавирусу. После введения препарата животное зарабатывает иммунитет на 6 месяцев. Вакцину для животных ворневаков планируется запустить в массовое производство уже в апреле этого года. Хватает ли сотрудников, как привлечь в Саровскую полицию новых специалистов и как обстоят дела со строительством жилья для правоохранителей? Глава городского УВД Андрей Чернышев рассказал, как обстоят дела в местном управлении, а также обозначил болевые точки, над которыми нужно работать. С техническим оснащением в Саровской полиции существенных проблем нет. А вот штат, по словам Андрея Чернышева, укомплектован не полностью. И это серьезная проблема. Чтобы закрыть вакантные должности, необходимо привлекать иногородних специалистов. А для этого нужно создать в Сарове комфортные условия для их проживания. Ключевой фактор здесь – жилищный вопрос. Вопрос решаем по поводу строительства в Сарове служебного жилья для сотрудников полиции, которая поможет нам обеспечить жильем сотрудников полиции, а также привлечь из-за пределов зато молодых и других опытных сотрудников, которые могут здесь служить на благо города. К концу 2023 года планируют построить дом на 72 квартиры, что, по мнению Андрея Анатольевича, поможет решить вопрос с укомплектованностью штата. Также руководитель Саровской полиции рассказал о ситуации с бездомными в городе. Он уверен, специальное учреждение для их содержания в Сарове строить не имеет смысла. На моей практике таких в год один-два человека единицы. То есть и то мы с клинической больницей этим вопросом, и соцзащитой эти все вопросы решаем. То есть как бы отдельно для двух человек строительство какого-то учреждения, я думаю, просто нецелесообразно. А вот на вопрос, нужен ли вытрезвитель в Сарове, однозначного ответа пока нет. Тема активно обсуждается. Сегодня с пьяными людьми в общественных местах разбираются две организации – МВД и клиническая больница номер 50. И в целом с задачей они справляются. В библиотеке имени Маяковского проходит выставка «Чернобыль. Помнить тяжело, забыть невозможно». На ней представлено около 80 экспонатов. Книги, графические портреты, фотоматериалы и другие свидетельства той трагедии. Вместе с нашей съемочной группой на выставке побывал ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Александр Кайдаров. Прошло уже 35 лет с той страшной аварией, которая потрясла весь мир и изменила сознание и судьбы миллионов людей. Взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох и дал понять, что безопасность людей должна стоять на первом месте. По распоряжению главного инженера станции сделали эксперимент. Отключили 4 степени защиты, 4, которые предусматривали от всяких неожиданностей. Или кто-то случай на кнопку нажал или еще что-то. 4 степени. Всю систему защиты отключили и реактор пошел в разгон. В результате теплового перегрева взорвался и произошел выброс радиоактивных веществ. Облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров. К аварии никто не был готов. Пожарные не знали, как вести себя в зоне высокой радиации и приехали на тушение без обмундирования. Ученые не понимали, как остановить распространение вредных веществ. Медперсонал утопал в пострадавших пациентах. Местные жители ничего не подозревали, так как СМИ молчали об аварии без малого трое суток. После эвакуации населения остров стал вопрос о восстановлении разрушенных объектов и остановке радиационных выбросов. На ликвидацию последствий отправились специалисты со всей страны. Строительство началось в начале июня. Александр Филиппович возглавлял управление производственно-технологической комплектации. Наша задача была обеспечить строительство всеми строительными материалами, механизмами, машинами, запасными частями. Колоссальные объемы – это круглосуточная работа. Работал три бетонных завода, которые обеспечили. У нас было три базы, две в Тетереве и одна была в 30-км зоне на границе. Закрыть источник радиации нужно было максимум за пять месяцев. Люди спали по два-три часа в сутки, работали на пределе возможностей с простейшей защитой. 30 ноября специалисты завершили строительство сооружения укрытия из бетона, металлоконструкций и свинцовых листов. Было такое облегчение, как будто действительно мы побывали на том свете и вернулись. Выполнили ту задачу, которая перед нами стояла. Получили высокую оценку своей работы. И была гордость за то, что мы большую пользу принесли не только Советскому Союзу, но и на международной арене укрепили свой авторитет. В связи с 35-летием со дня трагедии сотрудники библиотеки Маяковского подготовили для читателей выставку «Чернобыль. Помнить тяжело, забыть невозможно». На ней можно увидеть около 80 экспонатов, книги, иллюстрации, фотоматериалы, а также графические портреты ликвидаторов аварии художника Алишера Пяткова. В Сарове проходит благотворительная акция в поддержку частных приютов для бездомных кошек и собак. Волонтеры ищут небезразличных к судьбе уличных собак и кошек. Приюты нуждаются в кормах и предметах гигиены, а также в рабочих руках. Подробнее о том, как помочь братьям нашим меньшим, расскажем далее. Их называют хвостиками, пушистиками, маленькими друзьями. Во всем мире люди, которым небезразлична судьба бездомных животных, борются за их права и проводят благотворительные акции. Саров не стал исключением. С 1 апреля по 31 мая в нашем городе пройдет акция помощи частным приютам под хэштегом «Дари, корми, люби». Мы нашли три частных приюта. Один находится там же, где приемник, это Назернова. Еще съемная квартира и огороды на протяжке. Там женщина продала свою квартиру, купила там дом и вот там. Значит, чем заинтересовало и почему именно им? Эти люди помогают именно животным, которые попали в беду. Руководители частных приютов – люди, у которых есть основная работа. А в свободное время они – волонтеры, разделяющие боль животных, оставшихся без дома. У приютов нет финансовой поддержки города, именно поэтому им нужна наша помощь. Корма, старое одеяло, подстилки, лекарства. Нужны и люди, которые могут обустроить вольеры, регулярно прибирать их. Меня вообще умиляют люди и, честно говоря, прям до слез, когда просишь помощи, а помощь приходит чуть ли не через час, через два, через три. Поэтому, естественно, всем моим благодарность волонтерам. Все всегда поддерживают, все всегда откликаются на любую помощь, которая только возможна. Пункты приема помощи частным приютам находятся ОБЦ на улице Силкино, клуб «Акбар», клуб «Восходный Музруково» и «Сорфты». Подробную информацию и все вопросы можно задать Светлане Романовой или написать в группу ВКонтакте. Клуб любителей собаководства «Акбар». Островок, жадный гусь и ежики смеются. С этими тремя композициями юные воспитанники детской школы искусств стали победителями Всероссийского конкурса фестиваля «Виват-хор». Мастерство ребят оценили преподаватели хоровых дисциплин Московской консерватории. Виват-хор. Младший хор хорового отделения «Копель» стал лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля конкурса. Из-за пандемии готовиться к такому серьезному соревнованию было непросто, поэтому две композиции взяли из старого репертуара. А одну новую все же удалось разучить после ослабления коронавирусных ограничений. Эта песня «Жадный гусь» Сергея Плешака. Конечно, есть и минусы, но в связи с тем, что мы находимся в маленьком городе, нам быстрее разрешили выйти, поэтому больше у нас времени было подготовиться, и мы с радостью, с большим энтузиазмом принялись за эту работу. На суд жюри воспитанники детской школы искусств также представили островок Сергея Рахманинова и ежики-смеются Алексея Ларина. Оценивали мастерство ребят преподавателей хоровых дисциплин Московской консерватории. Младший хор у нас представляет 2-й, 3-й, 4-й класс хорового отделения нашей детской школы искусств. Ребята занимаются в специальности, это их хор, занимаются также на фортепиано, сальфеджио, слушании музыки. Очень любят заниматься, очень любят дружить, очень любят петь в хоре. Традиционно каждое занятие ребят начинается с дыхательной, артикуляционной гимнастики и распевов. После этого ребята приступают к самой репетиции или разучиванию новых композиций. Причем они работают не только над вокалом, но и над подачей произведения. Театрализация в хоровых коллективах уже привычная тенденция, пояснила Анастасия Ерофеева. Что мне нравится в моем хоре? В моем хоре мне нравится, конечно же, учительница. Она у нас добрая и справедливая. Еще мне нравятся наши ребята, они у нас тоже добрые и хорошие. Нравится разучивать, издавать разные песни, которые мы поем на хоре. И еще мне нравится ездить на конкурсы и выступать вживую. В конце апреля ребята планируют отправиться уже на очный всероссийский конкурс в Нижний Новгород. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.